Так, чтобы видно было лицо не в маске, а в живую, так сказать. Я обозначу свое лицо, прессы для всех. Поэтому своей задачей на посту главы Ачинского района считаю главным. Это профессионально управлять хозяйством района, предоставлять и защищать интересы жителей района, грамотно руководить аппаратом администрации района. Я убежден, что глава района должен быть не только политиком, но и опытным управленцем, профессиональным хозяйственником в первую очередь. Как глава района вижу свою работу прежде всего во взаимодействии с депутатским корпусом. Однозначно, без вас ни один вопрос в принципе не намерилась решать. С общественностью, производственниками и предпринимателями. Своей задачей на посту главы Ачинского района в рамках тех полномочий, которыми наделены органы местного управления, считаю главным. Профессионально управлять хозяйством района, предоставлять и защищать интересы жителей района, грамотно руководить аппаратом администрации района. Убежден, что глава района должен быть не только политиком, опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Наш район должен продолжить курс на дальнейшее развитие. Моя предупрежденная программа базируется на основании стратегического социально-экономического развития Ачинского района на 2030 году. Ну, у меня вопрос. Будучи исполняющим полномочия главы района, вы сейчас подсказали, что будете на своем посту развивать сельское хозяйство. При формировании бюджета, да, на 21-й год, на сельское хозяйство выделено ни копейки. Поэтому вот как бы ваши слова расходятся с делом, но это так. Поэтому вот я хотел бы, чтобы, если вы будете избраны, все-таки, чтобы это было не голословно, а чтобы это было подтверждено какими-то... Любая программа включает в себя наличие финансовых средств, правильно? Ее развитие. Поэтому как развивать программу, если нет денег? Ну, это мое, как бы, пожелание. Вы можете замечать. Серьезно, корректировка в любом случае проводится, и финансовые средства практически уже найдены на реализацию программы. Цель моей программы предстоящей деятельности на должности главы района – это улучшение социально-экономического развития района, повышение уровня качества жизни района. Своей задачей на должности главы Ачинского района в рамках тех полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю главным профессионально управлять хозяйством района, предоставлять интересы жителей района, грамотно руководить аппаратом администрации района. Убежден, что глава района должен быть не только политиком, но и опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Как глава района вижу свою работу прежде всего во взаимодействии с депутатами, общественностью, предпринимателями, сельхозтоваропроизводителями. Огромное значение в деятельности главы района имеет плодотворная работа с краевыми структурами по всем вопросам, касающимся вхождения в федеральные краевые программы в целях развития района. Приоритетными направлениями развития определены промышленное производство, агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, культура, образование, спорт. В случае, если вы после обеда главой станете, как отнесетесь к объединению города, дача, с краевыми районами? Ну, прежде всего, как прозвучало в докладе у меня, буду руководствоваться, скорее всего, будем на сессии обсуждать эти вопросы единолично. Я, в общем-то, к таким вещам не готов. Ну, как вот предыдущий оратор выступал, говорил, что это преждевременное явление. Конечно, я согласен, в плане объединения, возможно, Ачинский район пострадает в плане финансирования. Поэтому готов эту тему обсуждать, прежде всего, с депутатами, но потом принимать решение совместное. Так как мы являемся народными избранниками, я думаю, что большинство выразит мнение жителей Ачинского района. У меня все. Проблемы Ачинского района также неизвестны и не понаслышке, ввиду того, что неизвестна вся территория, все сельские поселения, жители района. Озвучу основные проблемы Ачинского района. Считаю, что это низкая бюджетная обеспеченность района, низкий уровень благоустройства в поселениях района, неудовлетворительная экологическая ситуация, предоставление населению района услуг низкого качества по водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению. Связано это с неудовлетворительным состоянием сферы жилищно-коммунального хозяйства. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы предприятий сельского хозяйства, низкий уровень предоставления социальных услуг жителям района, низкий уровень муниципального управления. Основными задачами считаю, что необходимо обеспечить реализацию социальных программ и модернизацию материально-технической базы района, инфраструктуры района, в том числе за счет реализации краевых целевых программ и благотворительных программ предприятий района. Сколько вы планируете в случае избрания заместителей, может быть функционалы какие-то изменить или еще что-то? Мне это интересно, коллегам, наверное, тоже интересно. Да, конечно. По структуре, то есть структура будет состоять также из трех заместителей, будет перераспределение по отделам и управлениям по подчинению заместителей. Заместители также планируются, первый заместитель, заместитель по правовым вопросам и заместитель по жилищно-коммунальной сфере, потому что это самая, наверное, актуальная и проблемная сфера. То есть первый заместитель, вы даете вопросы ЖКХ и правовые вопросы? Нет, отдельно будут правовые вопросы, первый заместитель будет курировать ЖКХ. Ну, первый заместитель, давайте начнем. Потому что вопросы ЖКХ... Это основная задача в Ачинском районе на сегодняшний день, самая, наверное, актуальная. Далее заместитель по экономике и финансам и заместитель по правовым вопросам и социальным. Проведенный анализ текущего социально-экономического состояния муниципального образования Ачинский район показал ряд проблем, относящихся как к социальной сфере, так и к сфере экономики. Важной проблемой района является снижение численности населения. В период с 2015 по 2020 год численность постоянного населения Ачинского района снизилась на 1471 человека. Снижение численности населения обусловлено в основном ежегодным снижением рождаемости на фоне небольшого снижения в уровне смертности населения. Недостаток финансовых средств для финансирования мероприятий по решению вопросов местного значения. Одной из важных проблем района является слабая обеспеченность бюджета собственными доходами, высокая зависимость районного бюджета от краевых источников финансирования. Отмечается ежегодное увеличение суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Взаимодействие с крупными предприятиями, я считаю, это тоже такой возможный шаг. Это очевидно возможно. И с Ачинским нефтеперерабатывающим заводом, я думаю, что точки соприкосновения у нас есть, и пересечения взаимных интересов тоже есть. Самый реальный шаг – это заключение подписания соглашения о экономическом сотрудничестве с Ачинским бюджетным комбинатом. Ну, наверное, без ложной скромности могу сказать, что такие договоренности, они уже есть на сегодняшний день. Ну и буквально в первом-втором квартале будет подписано такое соглашение, в результате которого в бюджет Ачинского района поступит 15 миллионов, которые мы, полагаю, вместе с вами определим направление и приоритеты применения этих средств. Это может быть любая область. Это может быть культура, спорт, это может быть ЖКХ, дороги, все что угодно. Некоторые докладчики сказали о том, что руководитель района должен быть хозяйственником. Я полностью согласен с этой точкой зрения, разделяю. Как раз у меня есть и профильное образование, и достаточно богатый успешный опыт. И к чему это говорю? Для меня работа образ жизни в районе сейчас непростая, сложная социально-экономическая ситуация. И как раз сама ситуация и опыт это послужили основными мотивами для того, чтобы заявить свою кандидатуру на должность главы района. То есть таким образом я и, скажем, району помогу улучшить социально-экономическую ситуацию и себя раскрою в свои лучшие деловые качества. Ну и начну я, значит, с принципа управления. Изначально на протяжении многих лет единственным принципом управления считается был кнут и пряник. Он до сих пор повсеместно используется и в России, и Ачинский район не является исключением. Вот в основе данного принципа поиск виновного, а не установление истинных причин возникновения проблем. Принцип кнутая пряника вызывает страх и разочевание у работников, создает и препятствия для самомотивации. На диаграмме, тут как бы немножко смазано, но сейчас расскажу. Значит, это диаграмма о причинах возникновения проблем. Есть научные исследования, которые говорят о том, что показывают, что 98% проблем зависит не от людей, а от условий, в которые люди работают. Вот такую зависимость я наблюдаю всегда, когда решаю хозяйственные проблемы. Именно поэтому в своей профессиональной деятельности я использую альтернативный принцип управления, основанный не на поиске виновных, а на установлении истинных причин возникновения проблем. Спасибо. Продолжение следует...